Здравствуйте! Разберем химические свойства жиров. Омыление водой при высокой температуре, давлении, катализаторе в технике. Этот процесс применяется для получения глицерина и глицериновой кислоты. Омыление идет под действием фермента липазы в организме. Посмотрим эту реакцию. Возьмем трестиарин. Он имеет одинарные связи. И подействуем водой. Первое под действием температуры, давления, катализаторе. А второе фермента липазы. Трестиарин распадается на глицерин и стеариновую кислоту. Посмотрите внимательно на реакцию, где идет разрыв трестиарина. Омыление щелочью используется для получения мыла. Возьмем опять трестиарин и, например, щелочь натрия OH под действием спирта. При этом получается глицерин и стеарат натрия, твердое мыло. А если мы возьмем вместо натрия OH калий OH, то получится стеарат калия. Это будет жидкое мыло. Третье. Гидрогенизация жира используется при получении маргарина. Идет под давлением при катализаторе мелкораздробленном никеле. Возьмем триолин, жидкий жир. Остаток алииновой кислоты в радикале имеет одну двойную связь. Разрываясь, эта двойная связь присоединяет водород. Идет при никеле давление от температуры 170 до температуры 190 градусов. При этом получается трестиарин, твердый жир, или маргарин, или еще его называют саламаса. Жиры, содержащие непредельные кислоты, способны окисляться, превращаясь в пероксиды, оксиды, кетокислоты, оксикислоты, кислоты. Все это придает жирам горький вкус, неприятный запах. Это происходит при порче жиров. Жиры могут полимеризоваться при тепловой обработке, кристаллизоваться при созревании сметаны.